Друзья, всем привет! Как я и обещала в своем инстаграмчике, сегодня я поговорю на такую интригующую тему, которая звучит достаточно фривольно. Почему у теток плавятся мозги на курортах? Или синдром Ширли Валентайн. Дело в том, что это не моя фривольная фраза, это всего лишь цитата из замечательного фильма 1989 года режиссера Льюиса Гилберта Ширли Валентайн с великолепной Полин Коллинз в главной роли. Я думаю, что эта чудесная картина как раз поможет нам разобраться, почему же женщины за 40 так стремятся на курорты? Что же их туда так влечет? Рвутся ли они туда? Или они гонимы чем-то отсюда? Давайте разберемся. Итак, для начала психологический портрет. Кто такая Ширли Валентайн? Из чего состоит ее настоящая, текущая, каждодневная, обыденная жизнь? Это домохозяйка 42 лет, которая живет с мужем. Проживает каждый день по привычному сценарию. Она безотказно помогает всем, кто просит ее о помощи. Она пьет вино, потому что ее дочь объяснила ей, что сейчас так модно, хотя на самом деле она предпочитает ром. Ее дети Миландра и Брайан уже давно выросли и разъехались кто куда. И сейчас Ширли отчетливо проживает синдром опустевшего гнезда. Ее муж Джо со временем превратился в брюзгу и зануду. Единственное, что он требует от Ширли, это чтобы она ему бесперебойно по определенному расписанию подавала вовремя пищу. И ни в коем случае не делала никаких импровизаций и придерживалась строго установленного распорядка. В результате Ширли сегодня может делиться своими сокровенными мыслями только с кухонной стеной. Как же Ширли дошла до жизни такой? Что из себя представляла ее юность? Когда она училась, она питала довольно большие амбиции насчет того, чтобы стать стюардессой или каким-нибудь курьером для того, чтобы много путешествовать. Но поскольку не задались отношения с куратором ее курса, она ее не взлюбила с самого начала, то с учебой категорически ничего не складывалось. Несмотря на это Ширли продолжала настойчиво сублимировать свою детскую травму в желании получить расположение всех окружающих и заполучить папочким поцелуй. Это детское одобрение. Под гнетом неприятия окружения она все-таки теряет интерес к учебе и становится бунтаркой. Втайне она грезит и мечтает быть похожей на звезду курса Марджери Мейджор, отличницу, блондинку, красавицу. В результате плохой учебы Ширли исключают из школы, впоследствии она встречает веселого парня Джо, выходит за него замуж и становится Ширли Брэдшоу. Крушение иллюзий. Однажды, бредя по дождливому городу с пакетами продуктов для своего дома, Ширли видит вдалеке прекрасную остановившуюся шикарную машину у входа в великолепный отель. Оттуда выходит Марджери. Они узнают друг друга и, разговарившись, выясняется, что сегодня Марджери живет шикарной, роскошной жизнью. И Ширли в глубине души совершенно абсолютно уверена в том, что это как раз результат вот этой вот доблестной учебы. И Марджери таки осуществила мечту самой Ширли и стала стюардессой и летает на Конкорде. Но Марджери признается и о том, что она работает вип-эскортницей. И вся эта красота и великолепие вокруг это результат ее сегодняшней этой ипостаси. У Ширли есть подруга-феминистка Джейн. Она недавно провозгласила себя феминисткой, она не всегда была такой. И случилось это после того, как ее муж изменил ей с молочником, ушел к другому мужчине. И после этого для Джейн значение слова феминистка приравнялось к значению слова мужа-ненавистница. Тем не менее, Джейн выигрывает две путевки в туристическую поездку в Грецию и зовет Ширли с собой. Ширли обуреваема всяческими сомнениями. Меня не отпустит муж, что он на этом мне скажет? А что подумают другие? Они подумают, что я на старость лет захотела отправиться удалять свои плотские желания и фантазии. Что мне вообще там делать на этом курорте? Ширли собирается с духом, пытается сообщить своему мужу о том, что она решила устроить себе такое небольшое приключение за все свои старания, труды и отправиться на две недели в Грецию. Естественно, из этой ситуации раздражается настоящий скандал с летящими тарелками с едой прямо на юбку Ширли. Муж упрекает и подозревает ее, говорит, что она это давно планировала и старательно продумывала этот побег втайне от своего мужа. Но на самом деле отношения между Джо и Ширли уже давно сами по себе напоминали крематорию. После этого скандала Ширли окончательно и бесповоротно решает, что теперь я не домохозяйка Ширли. Я Ширли отважная. Я Ширли великолепная. Я Ширли Валентайн. И мне всего 42 года. Прибыв на райские острова Греции, ее подруга Джей довольно быстро находит себе приятеля и сваливает с ним на его роскошную виллу с оливками. Ширли остается в гордом одиночестве. Сначала она тяготится им, но потом она вспоминает, что одиночество – это ее давний друг. И это уединение приносит ей удовольствие. Вокруг суетятся ее соплеменники – англичане, которые приехали семьями. И эти женатики бесконечно ноют, страдают, ищут что-то на этих греческих островах, не так, как на Багамах или Мальдивах. Но Ширли начинает ощущать этот замечательный вкус уединения. Она начинает ночь слышать себя, слышать свои желания. Она получает от этого настоящее удовольствие. Однажды, убежав от всех этих ноющих женатиков из отеля, она набредает на великолепную таверну «Он Костас». Тамошний бармен, хозяин этой таверны, этого кафе, Костас Дмитриадис, предлагает ей местного греческого вина Рицина. Ширли делится с ним и говорит, что ее давняя мечта была воплотить картинку из детства, как она сидит за столиком на берегу моря с бокалом вина. Костас очень рад, что ее мечта настолько легко осуществима и помогает ей передвинуть столик поближе к берегу моря. Сидя там на этом берегу, в голове Ширли бродят такие мысли, что там в своем мире она проживает бесконечно серенькую жизнь. Она постоянно кому-то угождает, кому-то прислушивает. Поющиком катятся слезы и в этих слезах застывает немой укор самой себе. Зачем нам эта жизнь, если мы не умеем ею пользоваться? На следующий день она, немного сомневаясь, соглашается на морскую прогулку на лодке вместе с Костасом. На самом деле подобная встреча была у всех женщин, которые примерно моего возраста когда-либо отдыхали на каких-то южных курортах. Что привлекло Ширли в этом греческом аборигене? Почему она ему доверилась? На самом деле он умеет разговаривать с женщинами. Он любит их слушать, любит на них смотреть. До этого момента в жизни Ширли встречались мужчины, которые в диалоге непременно стремились забивать эфир. И если ты говорил о чем-то своем, они тут же подхватывали эту тему и говорили, как у них. В результате такого общения у женщины остается три варианта. Либо постоянно подстраиваться под мужчину, либо вообще не разговаривать, либо разговаривать с самой собой. Костас, безусловно, покоряет Ширли своим этим вниманием, неспешностью и заботой. Во вспыхнувшем романе Ширли и Костаса нет ничего удивительного. Во-первых, он искренне восхищается ее внешностью. Когда у них случается сближение, он целует ее в растяжках на бедрах, говоря, что это часть самой Ширли, поэтому это прелестно. А потом это доказывает, что она живая, в этом и есть сама жизнь. И получается, что Ширли в результате влюбляется не в Костаса, а влюбляется в саму себя и в саму полноту бытия. А как же муж, спросите вы? В это время муж дома разговаривает со стеной. Его дом приходит в запустение, хотя перед тем, как уехать, Ширли наготовила им еды на две недели вперед и забила контейнерами с едой всю морозилку. Когда Ширли пришло время возвращаться домой, как вы думаете, что она сделала? Да, она пришла в аэропорт, она даже сдала свой чемодан в багаж, но потом она попятилась назад, и ее подружка была вынуждена уехать одна. Она осталась в Греции. Она пошла по своей знакомой дороге в таверну у Костас. Придя туда, она увидела, как Костас соблазняет очередную туристку. Она подошла к нему, она понимающе улыбнулась и сказала, что «Я хочу остаться в Греции, дай мне работу официантке в этом кафе. Я очень хорошо понимаю англичан, я знаю их предпочтение в еде, я здесь буду на своем месте». И он соглашается ей помочь. Она блистательно справляется с этой ролью, потому что все это она делала всю свою жизнь бесплатно. А здесь это стало ее работой. Муж начинает звонить в таверну, кричит в трубку, что ты позоришь нашу семью, из-за тебя мы терпим репутационный урон. Как ты вообще могла посметь со мной поступить, так оставить здесь меня? Поскольку муж изоляционист, и всю свою жизнь для него самая страшная была поменять свои привычки и куда-то выехать, так сказать, выйти за рамки собственного комфорта. Поэтому он звонит, 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 но слышит голос совершенно поменявших себе отношений женщины, которая уверена, что сейчас как раз она находится там, где ей самое место. В результате он все-таки превозмогает себя и приезжает к своей жене. Встретившись там, он ее просто не узнает. Сидя на закате на берегу моря за бокалом вина, они вновь начинают знакомиться друг с другом. Вот великолепная история Ширли Валентайн. И теперь давайте с вами попробуем ответить на вопрос. Так почему же у теток плавятся мозги на южных курортах? Первое. Женщина, уезжая на курорт, мечтает завести самый страстный и бурный роман в собственной жизни. Роман с самой собой. Второе. Женщина пытается найти свою судьбу и уйти от навязанной картины мира. Ну и наконец третье. Женщина, выполнив роль верной жены, заботливой матери, наконец-то пытается обрести себя. Друзья, каждая женщина, крутящаяся ежесекундно, как белка в колесе в своей повседневной жизни, рано или поздно, если ей повезет, окажется на чарующем южном курорте, на этом великолепном морском побережье. И с гордостью заявит самой себе. Я Ширли Валентайн. Друзья, я надеюсь, вам было полезно посмотреть это видео и эта тема вам близка. Пожалуйста, делитесь своими комментариями про этот фильм, про мои умозаключения по поводу этого фильма вообще. Что вы думаете, насколько женщина может себе позволить такие выходки. Друзья, спасибо огромное вам за внимание и до новых встреч на моем канале. Пока.